Еще в начале лета эта площадка была полностью завалена кучами мусора и на ней росли деревья, а уже сейчас здесь полным ходом ведутся строительные работы. Осталось буквально несколько штрихов перед тем, как стадион примет первых спортсменов. С подачи губернатора Андрея Бочарова было принято решение сохранить этот объект для города и сделать его народным стадионом. Реализовать инициативу в рамках программы социального партнерства вызвалась ООО «Лига-сервис». За короткий срок строители не только согласовали проект реконструкции, но и освоили новые для них технологии строительства футбольного поля. Нам пришлось обращаться в другие регионы за поставкой материалов, за технологиями и так далее. Буквально пришлось заново обучать наших рабочих тем технологиям, которые используются в других регионах, где развивается массовый спорт, где развивается футбол. Но прежде чем приступить к строительным работам, заброшенный стадион потребовалось просто расчистить от мусора. А буквально вот там, в конце, вы можете сейчас видеть, где стоит техника, там был непроходимый лес. Деревьев, ну не сказать вековых, но десятилетиями деревья росли. Наверное, ну не знаю, последний раз кто-то здесь занимался этим стадионом в середине 90-х, может быть, а может быть, в конце. Судя по росту и по тому объему зелени, которая здесь росла. Это во-первых. А во-вторых, здесь очень было много строительного мусора. За тот период забвения, в котором находился этот стадион, буквально вот этот забор полностью разрушился. Повалилась вся кирпичная кладка. Забор, который сзади меня, он тоже практически весь повалился. Фасадный забор. Это арка, которая носит и имеет историческое значение. Мы ее пытаемся сейчас восстановить в том первозданном виде, в котором она была построена ровно приблизительно 40 лет назад. На расчищенной территории было решено обустроить полноразмерное футбольное поле 60 на 90 метров с искусственным покрытием. Кроме него здесь появится площадка с резиновым покрытием для занятий на открытом воздухе с силовыми тренажерами и снарядами для воркаута. На другом конце поля будет оборудована закрытая коробка с искусственным покрытием. Здесь будет все необходимое, чтобы организовать матч по мини-футболу, баскетбольный матч или игру в волейбол. Кроме того, вокруг поля будут обустроены современные беговые дорожки. До завершения перечисленных работ остались считанные дни. Работы сделано много. Где-то процентов на 95 мы, наверное, выполнили тот объем работ, который предполагали. Сейчас осталось нам устройство беговой дорожки вокруг и осталось положить искусственный газон. Инвесторы проекта сделали все возможное, чтобы после реконструкции стадион зажил полной жизнью. Мы хотели, чтобы люди сюда приходили и испытывали какое-то еще определенное эстетическое удовлетворение. Поэтому вокруг стадиона возникла красивая тротуарная плитка. Здесь будет посажен зеленый красивый газон. Также, помимо этого, будут лавочки для отдыха или для переодевания. Для зрителей лавочки возникнут. Урна. Ну, то есть все элементы благоустройства, которые требуются для комфортного занятия спорта, мы здесь предусмотрели. Совсем скоро стадион будет готов принять соревнования не только районного, но и городского уровня. А к НАТО мира таких объектов в Волгограде появится еще больше.